А вот что касается женщин, я вот в женской колонии находится одна женщина, русская, которая ходит вот в этом платке, она очень, она очень жестко придерживается своей... ВКО, да? Нет. А, тут у нас, да. Она здесь в Желгашты, в Алматинской области. Она хорошо рисует, она художница, у нее такой нежный лик, и она четко придерживается только своего воззрения по поводу жизни. И все вокруг, конечно же, не соответствуют тому, что она... И пока Татьяна, ее фамилию не буду называть, пока она не готова никого слышать, потому что мне неловко было спрашивать, откуда, что это, почему она так себя ведет, и по отношению к служащим в зоне и к людям, которые ее окружают, по всей вероятности, может быть, это пройдет, потому что там же в зоне другие измерения обучения жизни. Я думаю, что, может быть, у нее это случится. Но она обращалась ко мне с просьбой, чтобы ей дали поощрение. А знаете, если дают поощрение... Там на УДО можно легче... Возможность, да, на УДО, там зрительные свидания, там и так далее. И она считала, что ей незаконно, что ее здесь специально над ней издеваются, что ей не дают, что ее не замечают, что вот ей угрожают. И вот это вот... Вот это вот было. И вот я была вчера или позавчера, и я спросила, Таня, вам дали поощрение, она сказала, «Да, спасибо огромное!» На самом деле я не думаю, что кто-то хотел бы там сделать что-то на зло. Потому что... Ну, я не думаю. Потому что никто не преследует этого. Но ее отношение к окружению, к окружающему ее миру, оно, конечно же, агрессивное.